Слава Богу, братья и сестры! Я очень благодарен Господу, искренне благодарен за этот вечер и за то, что несмотря на дальние расстояния, несмотря на то, что непростая ситуация сейчас во всем мире, но имею возможность быть сегодня здесь, имею возможность быть с народом Божьим и вместе с вами молиться и прославлять Господа. Слава и хвала Ему! Имею для вас приветствие из Украины, из Украины Центральной. Сегодня наша Церковь, первая Полтавская, передавала приветствие также все сотрудники, студенты нашей Полтавской семинарии. Все эти молодые люди, которых сегодня более 200 обучаются в стенах этого учебного заведения, передавали приветствие для вашей Церкви. И находясь сегодня вместе с вами, понимая, что сегодня служение молитвенное, хотел бы наше внимание обратить к Божьему Слову. И я верю, что именно Божье Слово лучше всего готовит и приводит наше сердце к молитве. Читаю очень знакомый текст из книги Откровения со 2 главы, первых 7 стихов. Знакомое нам послание к Ефесской Церкви, и над ним мы коротко с вами порассуждаем. Книга Откровения, 2 глава, первых 7 стихов. Написано следующее. «Ангелу Ефесской Церкви напиши, так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, и нашел, что они лжецы». «Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился, и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу. Имеющий ухо дослышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». Данный текст, мы с вами видим, адресован был Ефесской церкви. И если вернуться назад на странице Нового Завета, то мы можем с вами вспомнить историю появления этой церкви. Читая внимательно Божье Слово, мы можем увидеть, как развивались события, как кипела духовная жизнь людей в этой церкви, в этой местности. И начиная с того момента, когда впервые там оказался апостол Павел, и до того момента, как уже сам апостол Иоанн, находясь на острове Патмос, получил это слово, будучи прежде перед ссылкой служителем в этой местности, мы очень многое можем об этой церкви знать. Перечитывая послание к Ефесянам, перечитывая оба послания к Тимофею, также и Тимофей нёс служение в этой местности, мы много узнаем, чем эта церковь жила. Но вот в определенный момент Господь обращается к самой церкви, передает это слово через апостола Иоанна. Этот служитель хорошо знал церковь, хорошо знал людей, я думаю, он прекрасно понимал, о чем идет речь, и, наверное, для его сердца это было особенным трепетом и особенным благоговением передать это послание от самого Господа людям Божьим. Когда мы читаем вторую и третью главу в книге Откровения, мы видим, что там записано множество таких посланий, и начинаются они всегда очень подобным образом. В первом стихе, когда Господь обращается к церкви, Он сначала что-то говорит о себе самом. В каждом из семи посланий Господь что-то новое говорит о себе, и вполне логично можно увидеть в Божьем Слове, что для каждой церкви Он представляется именно с той стороны, с которой, наверное, церковь меньше всего Его знала или должна была глубже всего познать. Обращаясь к Ефесской церкви, Господь представляется как тот, кто держит в руках своих семь звезд и ходит рядом со светильниками. Я не буду повторяться, что такое звезды, светильники. Я уверен, вы внимательно читаете Божье Слово, знаете все эти вещи. Я хочу просто обратить наше внимание на главную истину этого первого стиха. Когда Иисус говорил, что Он действительно находится рядом, что действительно Он держит эти звезды в своей руке, Он что-то важное хотел сказать своим людям. Он своему народу хотел напомнить. Напомнить и повторить свое обещание. Обещание своего присутствия со своими людьми. Слава Богу, братья и сестры. Меняется время, меняются обстоятельства, меняются ситуации в разных странах, а то, что сегодня происходит, происходит фактически во всем мире. Неизвестно, что дальше ждет нас впереди, но Слово Божье говорит однозначно. Иисус обещает. Он постоянно находится рядом с этими светильниками. Он постоянно рядом со своим народом для того, чтобы ободрять, для того, чтобы утешать, поддерживать, вдохновлять и давать еще больше и больше сил служить Ему верно и верно следовать за Ним. Хвала нашему Богу. Во втором стихе звучат слова, которые также повторяются во многих этих посланиях. Слова следующие. «Знаю дела твои». И хотя нередко, когда мы читаем Новый Завет, мы с вами видим, что подобное обращение часто становится словом предупреждения. Нередко с такими словами Господь напрямую или через пророка обращался к некоторым людям, напоминая о том, что им нужно что-то изменить в своей жизни. Но когда мы читаем внимательно послание, обращенное к Ефесской церкви, мы видим, что здесь содержание совершенно другое. «Знаю твои дела, и труд твой знаю, и терпение твое знаю». В данной ситуации это слова не обличения, а слова ободрения. Эта церковь прошла уже непростой путь. У нее была определенная история. К тому моменту, когда звучало это послание, Ефесская церковь существовала уже несколько десятилетий. В тот момент, когда звучали эти слова, как минимум в церкви были уже дети тех людей, которые однажды пришли к Господу, когда церковь только основывалась. Они прошли немалый путь. Этот путь был непростой. Это было частью истории Римской империи, которая в один момент также захватила Ефес, и Ефесскую провинцию. И в этих словах действительно есть очень глубокое содержание, когда Господь говорит о том, что и дела, и труд, и терпение этих людей знает. Это послание слышали дети, родители которых больше не были в живых на тот момент. Некоторые из них отдали свою жизнь в римских амфитеатрах только за то, что однажды они твердо сказали и повторили, и не отказались, что они будут следовать за Господом и никогда его не оставят. И даже то второе поколение, которое уже родилось и выросло в Ефесской церкви, оно хорошо знало, оно хорошо помнило, что слово свидетельства было действительно скреплено не только жизнью, но и смертью многих верующих людей. И вот обращаясь к людям, которые прошли этот непростой путь, Иисус еще раз их ободряет и вдохновляет, говорит, я знаю все. Нередко на нашем пути действительно встречаются трудности, проблемы, испытания, но пусть никогда нас не смущает мысль, почему это так происходит, что что-то происходит не так, Господи, я этого не заслужил, должно быть как-то по-другому. Почему? Нет. Многими скорбями надлежит нам выйти в Царство Небесное. Но когда мы даже проходим этим непростым путем, сам Господь утешает наши сердца, сам Бог дает нам силы и вдохновения дальше следовать за Ним. Он знает абсолютно все. Цена непростая, цена заплачена и еще будет заплачена довольно высокая. Но сам Господь продолжает вести нас за Собою. В Ефесской Церкви написано, что они не могли сносить развраты. Это еще одна хорошая характеристика для Новозаветней Церкви. Это действительно хороший пример для нас с вами сегодня. Не правда ли, братья и сестры? Эти слова говорят о том, что верующие люди в Ефесской Церкви имели правильное отношение ко греху. Они не только знали, что является грехом. Они не только, по всей видимости, старались держаться от этих вещей на расстоянии и не соприкасаться с ними. Но что происходило в их сердце, вот описывают эти слова. Они не просто держались на расстоянии, они действительно ненавидели грех. Они не могли сносить развратных. Может быть, на первый взгляд это звучит удивительно, что в сердце верующего человека есть ненависть, но ненависть ко греху это действительно часть христианского характера. Они всем своим сердцем не хотели ничего общего иметь с грехом. В 6 стихе сказано, что они ненавидели дела николаитов. Хочу обратить внимание на простую, но важную истину, что они ненавидели сами дела, поступки, учения николаитов, а не их, как людей. Они ненавидели то учение, которое вело ко греху. Они не участвовали в их злых, действительно греховных делах. Это прекрасный пример сегодня для нас, чтобы Церковь Христова действительно хранила свои сердца чистыми и святыми. Об этой Церкви написано, что они смогли испытать, распознать тех людей, которые себя апостолами называли, и смогли поставить им правильный диагноз. Может быть, для нас это сегодня звучит просто, звучит сегодня это легко. Мы сегодня имеем действительно Слово Божье, Новый Завет в его завершенном виде, но в тот момент Новый Завет только формировался, еще не было всех посланий написанных, еще не был собран канон, и вот подобные лжеучителя и лжеапостолы посещали очень многие церкви. Когда мы с вами читаем послания Галатам, когда мы читаем послания Коринфянам, Фессалоникийцам, другие послания, мы видим, что постоянно подобные лжеслужители приходили и смущали местные церкви и нередко, к сожалению, добивались серьезного успеха. Но в варианте с Ефесской церковью все было наоборот. Она смогла распознать и поставить правильный диагноз и смогла точно сказать, что это не слуги Христовы. Они много переносили, говорит 3 стих, терпели. Для имени Господа трудились и не изнемогали и не останавливались на этом пути. И действительно, читая 2-3 стих, перед нами открывается прекрасная картина Новозаветной церкви. Лично я хотел бы, чтобы в мой адрес когда-то прозвучали эти все слова или хотя бы часть из них. Но что удивительно есть в этом отрывке, так это то, каким образом соединяется между собою 2-3 стих, 4-5. И на первый взгляд хочется провести черту и сказать, что это текст, это тексты, направленные к двум разным церквям. Но, к сожалению, Слово Божие не оставляет нам такой возможности. Мы с вами видим, что послание к другой церкви явно начинается с 8-го стиха. Там прямо написано. И ангелу Смирнской церкви напиши. То есть, все то, что до 8-го стиха по 7-й стих Ключителя это к одной и той же церкви. И вот, при всем этом прекрасном описании 4-й стих говорит удивительные слова. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. И однажды, читая этот текст, я долго размышлял. Размышлял и пытался в сердце своем сопоставить, каким образом вот так могла жить и поступать церковь, которая одновременно была поощрена Господом, но при этом оставила свою первую любовь. Как эти вещи могут между собой совмещаться и возможно ли это вообще? Я думаю, сначала для того, чтобы разобраться, нужно дать определение вот этому понятию, пониманию первой любви. И я не стану открывать какой-то, может быть, хороший христианский словарь или энциклопедию, читать определение. Абсолютно нет. И этого не стану делать, потому что вы прекрасно знаете, что такое первая христианская любовь. Не правда ли, братья и сестры? Если бы каждому из нас сегодня дать микрофон и возможность засвидетельствовать, рассказать о тех первых днях, когда мы только встретились с Господом, каждому из нас было бы чем поделиться. Не правда ли? Мы бы описали те прекрасные переживания, которые мы имели с Господом. Мы бы рассказали о той действительно небесной радости, которая переполняла наше сердце и действительно о всепоглощающем желании следовать за Господом и никогда не останавливаться. Это действительно прекраснейшее переживание с Господом. И когда мы читаем Божье Слово, мы с вами видим, что вот эти прекрасные переживания это только хорошее начало, которое дает Господь, когда человек приходит к Нему. Когда мы читаем Божье Слово, мы видим, что верующий человек не теряет эти переживания свои духовные с Господом, а с каждым годом его духовной жизни, с каждым годом его духовного возрастания эти вещи действительно умножаются в его сердце. Но с Ефесской Церковью произошло наоборот. Она потеряла, она оставила эту первую любовь. Каким образом сегодня можно узнать, проверить, не оставил ли кто-либо из нас этой первой любви? Не относится ли это слово сегодня к кому-либо из присутствующих здесь? Очень просто. Я думаю, если мы вернемся назад в те дни, когда мы только встретились с Господом, мы все с вами увидим несколько вещей, которые сопровождают каждого человека, обращенного к Господу. Я очень ярко помню, как это происходило в моей жизни. Мне тогда было семнадцать лет и несмотря на то, что я родился, вырос в атеистической семье, с того момента, когда Господь пришел в мою жизнь, я помню, первое, что произошло, это было горячее желание открыть Божье Слово и с упоением его читать, не глядя на время, забыв, может быть, о каких-то делах, забыв о тех вещах, которые, может быть, до этого очень сильно любил и тратил на эти вещи много времени. Действительно, Слово Божье стало тем сокровищем, которое было способно утолить мой духовный голод. Я помню, как я с друзьями своими любил молиться и, что самое интересное, это происходило не только со мною, а те люди, которых я знал, которые вместе со мною приходили к Господу, эти вещи с ними происходили точно так же. Я помню, в студенческие годы мы до восьми утра старались проснуться так, чтобы мы хотя бы имели полчаса для молитвы. Мы это делали в обеденный перерыв. Мы всегда искали общение вечером, собраться в общежитии в одной комнате, пообщаться, помолиться, призвать имя Божье. И, может быть, даже в первые недели нашей духовной жизни никто нас не успел наставить, никто не сказал, что это правильно, необходимо, вот так нужно делать. Это было просто естественным желанием нашего сердца. Ну и, конечно же, когда верующий человек находится в общении с Богом, он не может молчать. Когда встречает людей, не знающих Бога, ему со всеми хочется поделиться, ему каждому хочется рассказать, засвидетельствовать о том, что есть великий любящий Господь, который и его жизнь может тоже изменить. И, возвращаясь назад, я вижу вот эти несколько простых вещей, простых признаков, которые указывают на то, что первая истинная любовь действительно горит в наших сердцах и возрастает. Большая любовь к Божьему Слову. Огромное желание постоянно молиться, непрестанно молиться и сердце готовое свидетельствовать. Братья и сестры, очень легко и просто мы можем сегодня проверить свою жизнь. Если эти вещи с дня нашего обращения в нашей жизни, в нашем сердце есть, присутствуют, возрастают, все в порядке. Но если кто-то сам себе честно может искренно признаться и сказать, что две или три эти вещи сегодня остановлены, потеряны, то, возможно, кому-то из нас стоит сегодня вновь вернуться к этой первой любви. Это все было настолько серьезно для Господа, что в пятом стихе мы читаем с вами первое, как решить эту проблему, и второе, насколько Господь серьезно относится к этому, предупреждая свой народ. Пятый стих говорит несколько простых советов, как можно вернуться к этой первой любви. Итак, вспомни, откуда ты не спал, говорит Божье Слово. Все предельно просто. Вспомни, откуда ты не спал. Когда мы читаем характеристику Ефесской церкви, мы видим, что дела, поступки вроде бы выглядели правильно, все было хорошо, но по всей видимости был какой-то момент, когда эти люди оступились, что-то в их жизни произошло, и они не хотели решить эту проблему. Они продолжали с ней жить. Они продолжали посещать общее служение, они продолжали все делать правильно, но в их жизни была нерешенная проблема. Был тот грех, который действительно нужно было оставить и раскаяться в нем. Вспомни, откуда ты не спал. И второй совет очень прост, знаком всем нам. Иисус говорит очень просто покайся. Но я буквально коротко хотел бы на этом слове остановиться и действительно помочь всем нам увидеть глубину значения этого слова. Мы нередко произносим слова покаяния. Мы нередко говорим, осознавая, что что-то сделали неправильно, поступили неверно, осознаем некоторые вещи, но это слово действительно имеет большое и глубокое значение. Это слово говорит не только о том, что мы о чем-то сожалеем. Это слово говорит не только о том, что мы хоть желаем, чтобы Бог нас простил, очистил, в очередной раз омыл своей кровью. Это слово еще говорит о том, что мы осознали, насколько этот грех был ужастен, омерзителен и он становится действительно неприятным для нашего сердца и для нашей души. В слове покаяния есть действительно глубокое желание попрощаться с грехом и никогда к нему не возвращаться. Это действительно есть настоящее библейское покаяние. Итак, осознание неверного поступка, желание прощения и просьба Господу, чтобы он помог никогда эти вещи больше не повторять. Вот это есть библейское покаяние. Поэтому Иисус говорит, вспомни, откуда ты не спал, покайся. Но что удивительно, в пятом стихе есть продолжение, он говорит, и твори прежние дела. Когда мы читаем с вами Божье Слово, мы часто видим, что покаяние всегда сопровождалось коренным изменением образа жизни. Не правда ли? Можно привести много примеров, когда человек встретился с Иисусом и начинал жить по-новому. Сегодня один из проповедников вспоминал Закхея, и к нему в жизнь, в его дом пришел Иисус, и с этого момента человек стал абсолютно другим. Мы помним женщину, взятую в прелюбодеянии, когда она поняла, кто с нею говорил, и то, что она обрела прощение, но вместе с тем, уходя вслед, она услышала, что она может идти, но чтобы больше не грешила. И таких примеров в Библии масса. А здесь речь идет о том, что что-то нужно поменять, а вот дела описаны, были правильны, можно продолжать прежние дела, дальше творить, за исключением того, в чем покаялся. Прекрасное описание новозаветней церкви, но вместе с тем она потеряла первую любовь. В чем же тут проблема? В чем тут, если можно так сказать, секрет этого стиха, этого отрывка? Я думаю, братья и сестры, что ответ очень прост, и многие из вас его прекрасно понимают. Ситуация в следующем. оказывается, что верующий человек может делать многие хорошие вещи. Оказывается, верующий человек может жить, простите, что заменю эти понятия, но скажу следующим образом, может жить не столько духовной жизнью, как жизнью религиозной. Он может приходить на служение, он может говорить правильные слова, делать правильные вещи, совершать правильные поступки, и о них Иисус говорит второй, третий стих. Но то, что интересует, то, что волнует нашего Господа, это действительно наше сердце. Он хочет быть Господином нашей жизни. И он не просто хочет господствовать, а он желает, чтобы мы всю свою жизнь и свое сердце добровольно, с любовью, сами ему отдали. Когда он пошел на Голговский крест, когда он спустился с небес, он это сделал не только для того, чтобы уплатить цену за наш грех. Самое главное, что он хотел сделать, он хотел открыть нам дверь, которая даст нам возможность прийти в присутствие нашего небесного Отца. Он открыл нам дверь, дал нам доступ к престолу благодати, и наши отношения и любви с ним только начались здесь, на земле, и позже, когда церковь будет забрана, эти прекрасные взаимоотношения будут продолжаться всю вечность. Но если мы на эту вечность рассчитываем, если мы ее действительно ожидаем, если мы понимаем, что вся эта вечность, это просто наше отношение любви с нашим спасителем, то как мы их можем потерять сейчас, здесь, на земле? Это несовместимое понятие. Однажды апостол Павел писал в Каринской церкви в 13 главе вещи, которые, возможно, не помещались в сердце, в разум некоторых верующих людей. Помните, он говорил, что многие вещи могу я сделать, могу и тело свое дать на сожжение, могу и менее свое раздать, могу многие другие вещи сделать, но если я это делаю не потому, что мое сердце горит горячей любовью к Господу, то апостол Павел утверждает, что все это медь звенящая и кимвал звучащий не будет иметь никакого глубокого духовного смысла. Именно по этой причине Иисус так серьезно к этому относится. Именно по этой причине во второй половине пятого стиха звучит серьезное предупреждение. Иисус указывает на проблему, Иисус помогает найти выход, но если не так, если верующий человек не желает этого, к этим вещам вернуться, он говорит следующее, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Братья и сестры, я не могу сказать, что значит скоро. Я не знаю, какой это отрезок времени, я не хочу ничего добавлять к Божьему Слову. Но одно я знаю точно, читая библейские тексты, перечитывая особенно книгу Откровения. Я точно знаю, что Господь каждый раз исполнял то, что Он обещал. Понятие скоро может быть разное, но если изменения не произойдут, Бог обязательно придет. И то, что Он сказал, Он выполнит. А здесь Он говорит о том, что Он сдвинет светильник. Я не хочу сейчас говорить о том, о чем размышляют богословы на основании этого текста, говоря о сдвижении светильника. Одно можно сказать точно. Братья и сестры, если гаснет светильник, что наступает? Наступает тьма. Если гаснет светильник духовной жизни, наступает действительно полная духовная тьма. Этого так не хотелось бы. Не только сдвину светильник твой с места, и сдвину светильник твой с места, когда приду. Это звучит действительно очень серьезно, звучит предупреждающе. Но я уверен, но я уверен, что каждый из нас прекрасно помнит те первые дни, момент встречи с нашим Господом. Он помнит эти прекрасные переживания, Он помнит эту радость полноценной духовной жизни, настоящей жизни с избытком. И я уверен, что ни один из нас не захочет променять эту жизнь с избытком на что-то другое. Господь обращается к каждому из нас и говорит, что Он постоянно рядом с этими светильниками, Он держит звезды в своей руке, Он обещает свое присутствие и призывает нас, если в этом есть такая необходимость, вернуться к первой любви. Если эта любовь горит в наших сердцах, Он призывает в этой любви нас каждый день возрастать. Имеющий ухо дослышит, что Дух говорит церквям. Давайте мы преклоним наши колени для молитв.